Котлован готовят к заливке фундамента. Глядя на стройплощадку, сложно представить, что совсем недавно здесь произошло ЧП. В ночь на 1 мая до тла сгорело столетнее здание Булусинской школы. Работы на месте пожарища начались спустя сутки после случившегося. Сюда было выведено 30 единиц техники и 40 человек. Они работают с утра до ночи, ведь сроки, установленные на сдачу объекта, предельно короткие. Школа должна быть открыта к началу следующего учебного года. А пока учеников младших классов, их 25 человек, автобусом возят в школу соседнего села Зады. Старшеклассники же готовятся к итоговым экзаменам в местном доме культуры. Учатся в две смены в помещениях, переоборудованных под классы. У нас старые запасы были, как говорится, в амбаре, каркасные парты, доски. Мы их не выбрасывали, быстренько собрали, установили. Сейчас занятия идут, минимальные условия есть. Стройплощадку посетила правительственная делегация во главе с губернатором Иркутской области. Сергей Рощенко отметил, средства на строительство школы будут выделены в полном объеме. На первый этап работ предусмотрено 30 миллионов, всего же потребуется 150. На эти деньги будет в том числе закуплено оборудование для спортзала и пищеблока, а также компьютерного класса. Самое главное здесь, зачем мы приехали, для того, чтобы посмотреть, чтобы это была школа современная, вот такие, как мы стоим в Иркутске, со спортивным залом, с инженерией, с окружающим пространством. Важно, чтобы все это было соответствовало уже новым требованиям, чтобы ребятишки уже без поправок учились и, скажем, нас радовали своими успехами и родителей. Новая школа будет кирпичной. Проектом предусмотрено двухэтажный учебный корпус на 100 мест, открытый стадион с трибунами, собственная котельная и насосная станция для подачи воды из скважины. Кроме того, предполагается открыть на базе школы группу детского сада на 20 мест. Галина Тернева, Константин Синицын. Новости сейчас.